Приветствую всех любителей Command Modern Operations. Это девятое обучающее видео и мы начинаем новую тему обучение наземным ударом. Основная тема первой обучающей миссии в этом разделе дальность бомбометания. Итак, вводное описание учебного курса. Этот сценарий разработан, чтобы помочь новым игрокам понять методы и нюансы бомбардировок воздух-земля. Бомбардировки в современной авиации не обладают таким очарованием, как миссии воздух-воздух, A2A, но как только гламурные жокеи слезают со своих сияющих белых коней и понимают, что мир больше не вращается вокруг белых рыцарей, спасающих девиц в беде, они признают, что доставка боеприпасов к наземным целям это то, для чего они существуют. Называемые пренебрежительно воздух-грязь или фарминг, операции воздух-земля обычно бывают двух типов. Непосредственно авиационная поддержка, Clause Air Support или сокращенно CAS. Советую учить все аббревиатуры на английском, потому что они будут использоваться в описании сценариев очень часто. Это когда задействованы наземные войска. Или второй тип удара, когда цели находятся и уничтожаются независимо от наземных сил. Есть несколько подклассов каждого типа, но мы сосредоточимся на простых ударных миссиях с одним самолетом в каждом. Большинство современных истребителей называют многоцелевыми, что указывает на то, что они могут выполнять как роль воздух-воздух, стремясь завоевать правосходство в воздухе, так и роль воздух-земля для поражения наземных целей. Некоторые самолеты, такие как F-15C или МиГ-31, имеют назначение строго воздух-воздух. Во время как некоторые другие самолеты, такие как А-10 или Су-25, используются строго по принципу воздух-земля. Эти летающие танки в основном ориентированы на поддержку войск, находящихся в тесном контакте с противником. Сегодня мы будем использовать F-16, один из самых эффективных и универсальных современных самолетов. Можно было бы более углубленно изучить различные типы F-16, но это не важно для этого урока. Выбранная модель может использовать широкий спектр боеприпасов для демонстрации необходимых игровых функций. Если вы хотите узнать больше, вы всегда можете зайти, указаны здесь ссылочки. Не волнуйтесь, в будущих уроках мы будем использовать другие самолеты российского, европейского и китайского производства, чтобы вы тоже могли привыкнуть к ним. Так что войдите в игру и осмотритесь. У вас есть авиабаза в Мали, и некоторые цели выстроены для вас. В этом сценарии нет никакой защиты против вас, поэтому вы можете свободно играть, не подвергаясь обстрелу с земли. Сразу хочу предупредить, что видео получится длинным и насыщенным информацией, в том числе будет очень много теории. А это уже описание текущей миссии. Доброе утро, полковник. Вы командир эскадрильи Blue Strike Squadron, и ваша задача сегодня – научиться использовать свои средства в ударных миссиях. Помните, Command Modern Operation – это не авиасимулятор, это симулятор тактического и оперативного командования, который воспроизводит тактическое применение современных военно-воздушных и морских сил. Поэтому, на самом деле, вы не управляетесь самолетом. Вы – начальник. Вы говорите пилоту, что делать, а он или она идет и делает то, что вы им говорите. Если, конечно, что-то вдруг не пойдет не так, или ситуация не изменится, тогда у них вдруг появляется инстинкт самосохранения. У вас есть эскадрилья из 12 F-16. Очень удобный небольшой самолет. Если вас интересуют факты и цифры, то планеры стоят около 2 миллиардов долларов. В США по цене около 165 миллионов каждый. Тут я от себя хочу добавить, что указанные здесь цены – это цены по контрактам поставки партий самолетов под ключ, скорее всего, вместе с запасными двигателями, деталями, обслуживанием и так далее. Цена изготовления чисто планеров намного меньше. От 4,5 миллионов долларов в 1975 году до 34 миллионов за одну из последних модификаций F-16D-блок 22. И не забывайте, что вы будете тратить 34 тысячи долларов на час полета самолета. Боеприпасы, которые вы сбрасываете, варьируются по цене от примерно 2000 долларов за так называемую тупую бомбу МК-82 до примерно полутора миллионов за JASM – это высокоточная ракета воздух-земля. Спустите игру и просмотрите свои силы. Каждый из ваших F-16 загружен разным снаряжением. Мы потренируемся с большинством доступных комплектов снаряжения, чтобы вы почувствовали, какой из них выбрать в реальной игре. Выбор боеприпасов – одно из самых важных решений, которое примет игрок. И если вы сделаете это неправильно, со временем эта ошибка будет стоить дорого. Надеюсь, это руководство поможет вам в этом. Мы не будем использовать раскладки воздух-воздух, так как есть другие руководства, посвященные этому аспекту. Это мы рассматривали в предыдущих видео. Также мы ограничимся наземными целями, хотя поверхность также включает корабли, которые будут предметом другого руководства. И, наконец, мы не будем проводить СИД – подавление противовоздушной обороны. Которая представляет собой специализированный набор навыков, который также будет рассмотрен позже. Примерно через 15 секунд после начала игры появится сообщение с инструкциями по первому удару. И еще одно замечание. Современные самолеты обычно не летают в одиночку. Им нравится компания ведомого. И это снова возвращает нас к очень неэффективному принципу самосохранения. В любом случае, в этом уроке мы будем управлять одиночным самолетом. При этом большинство миссий, которые вы будете выполнять в обычной игре, будут создаваться в два самолета или даже в четыре самолета. Итак, начинаем сценарий. Запускаем время, чтобы получить первое сообщение. Итак, наше первое задание. Давайте посмотрим на ваш первый ударный самолет. Подзывной Strike-1. Выберите синюю базу. Либо нажмите клавишу F6, либо нажмите кнопку операции с самолетом в окне состояния устройства. Strike-1. Это F-16. Снаряженный шестью МК-82 LDGP. Low Drag General Propos. Если вы углубитесь в базу данных, вы заметите, что эта бомба впервые была введена в действие в 1954 году. И с тех пор в конструкции бомбы многое изменилось. Вы также заметите, что Дальность действия против наземных и надводных целей составляет 1 морскую милю. То есть практически прямо на цели. Высота сброса составляет от 800 футов над уровнем Земли до 65 тысяч футов над уровнем Земли. Достаточно гибкая высота. МК-82 это 500 фунтовая 241 килограмм GPB. Бомба общего назначения. Поверхностный процент попадания составляет 99%. Это хороший показатель, поэтому она, вероятно, ударится о землю, но не обязательно в цели. СЭП, вероятность круговой ошибки, означает, что она, скорее всего, ударит в пределах 50 метров от того места, куда была нацелена. Но вы целитесь всем самолетом, так что это не высокоточное оружие. Если вы попали в цель, вы нанесете 130,5 DP, Damage Points или очков урона. DP это абстракция игры для измерения способности цели поглощать урон по сравнению со способностью оружия наносить этот урон. Ваша цель, цель номер 1, это пост охраны. Легкая цель. Проверяя базу данных, вы заметите, что Первое. Это здание. Отлично. У него 25 DP, так что, если вы попадете в него, вы должны уничтожить его своими бомбами, каждый из которых наносит 130 DP. Третье. Имеет легкую броню. Оно не должно быть проблемой для ваших бомб. Четвертое. Это цель размером 20 на 20 метров, дающая площадь цели около 400 квадратных метров. Запустите Strike 1. Как запускать самолеты, мы уже прекрасно знаем из предыдущих обучающих сценариев. Как только Strike 1 будет в воздухе, вы можете легко указать для него цель. Выберите Strike 1, нажмите кнопку F1, выберите Target 1. Как мы видим, здесь все то же самое, что и для назначения атаки по воздушным юнитам. Остальное в руках пилота. Он отправится прямо к цели, выберет подходящий профиль атаки и сбросит свои бомбы. Отлично. Запускаем наш первый самолет. Выбираем его и посылаем атаковать первую цель. Вот видим, он сбросил бомбы. Что ж, если вам повезло, вы уничтожили цель 1. Но есть большая вероятность, что вы промахнулись своими бомбами. Вот на что похоже оружие времен Корейской войны. Когда вы бомбите LDGP, используйте их сразу много. Одна вещь, которую следует учитывать при использовании тупых бомб, это высота атаки. Многие истребители-бомбардировщики эпохи Холодной войны были разработаны с учетом подхода быстро и низко. Низко, потому что геометрия малой высоты сброса удерживает бомбы близко к цели и сокращает дальность промаха. Тогда как сброс на высоком уровне увеличивает вероятную площадь падения бомбы экспоненциально. Плюс дополнительное время в воздухе позволяет ветру и многим другим баллистическим факторам гораздо больше повлиять на бомбы. Быстро. Часть этого метода для доставки необходима, потому что для многомиллионного самолета вредно волочиться внизу, где все от веток, деревьев, дошрапнели от его собственных бомб и огня от стрелкового оружия может повредить его. Не говоря уже о зенитных орудиях и ракетах. Ваш следующий удар будет немного другим. Вы сделаете шаг вперед примерно на 50 лет и воспользуетесь современным оружием J-DAM. Joint Direct Attack Mission. На самом деле это просто набор наведения, привязанный к семейству старого оружия 1950-х годов, который вы использовали в Strike 1. Но это имеет огромное значение. Сначала немного о названиях оружия. Мы рассмотрим Варшавский договор и другие бомбы в дальнейших уроках, но в данном случае стандартная бомба в НАТО – это американская серия Mark 80. Mark 81. Номинальная масса 250 фунтов – 113 кг. Mark 82. Номинальная масса 500 фунтов – 227 кг. Mark 83. Номинальная масса 1000 фунтов – 454 кг. Mark 84. Номинальная масса 2000 фунтов – 907 кг. Mark 81. МК 81. Файркрекер. Использовался в Вьетнаме, но вскоре после этого не производился. Mark 82. Самый популярный из этой серии из-за своего небольшого размера, позволяющего перевозить больше боеприпасов на различных типах самолетов и малого радиуса взрыва, который ограничивает сопутствующие повреждения, что имеет решающее значение во многих современных операциях. Mark 83. МК 83, хотя и регулярно используется в ВМС США, не пользуется популярностью у большинства других сил. У него нет такой поражающей способности, как у Mark 84, но он наносит больше непреднамеренных повреждений, чем Mark 82. Mark 84. Когда вам нужно сильно ударить почему-то, вы используете эту бомбу. Ко всем этим бомбам добавлены комплекты наведения, либо лазер, либо GPS, либо оба, или системы доставки, которые либо замедляют бомбу, обеспечивая доставку на более низкую высоту, или возможность проникновения. Для этой миссии у вас есть один F-16 с двумя GBU-31V-3B, JDAM Blue 109B, с подвесным контейнером целеуказания Sniper XR FLIR и контейнером Contrmer AAN ALQ 184. Давайте разберемся со всем этим сложным обозначением боеприпасов. GBU, это управляемая бомба. 31, значит используется бомба МК 84. V3B, это версия комплекта целеуказания. JDAM, это GPS навигация. BLU-109B, это значит бомба с повышенной проникающей способностью. Что касается целей, у вас есть два усиленных авиационных укрытия. Идеальная цель для 2000 фунтового проникающего боеприпасов. Они были почти созданы друг для друга. Запустите Strike-2 и направьте его к цели. Так, ну, теперь первые мишени уничтожили, запускаем второй самолет. А, у него еще время готовности 21 секунда, но мы нажмем запустить, он будет запущен как только будет готов. В этом ударе нам будет намного легче прицелиться. Выберем самолет 2, нажмем Shift F1 и выберем обе мишени с отметкой так же 2. Вот таким вот образом. У нас появилось диалоговое окно по выбору оружия, по применению оружия. И он имеет 4 основных части. В верхней части левого столбца у нас здесь перечислены наши атакующие юниты. Вот наш самолет Strike-2 и F-16. А в нижней части, в левой нижней части, перечислены цели. Вот наши цели. Танжет-1, танжет-2. В центральной части оружие, которое мы можем применить. Вот авиапушка и бомбы. В правой части это у нас подтверждение и информация о том, какое оружие применено. Так, самолет у нас уже выбран. Выбираем вот мишень 2. Нажимаем на оружие. Ставим 1 единицу. То есть применить к этой цели 1 бомбу. Нажимаем применить оружие к выбранной цели. Вот и в этом, в правом окне, у нас отображается информация, что у нас будет бомбить кто. Strike-2 будет применять 1 бомбу. Здесь отображается мишень. По мишени 2 будет применена 1 бомба. Выбираем вторую мишень 2. И по ней точно так же, здесь у нас единица уже выставлена. Снова нажимаем. Вот все, мишени. Обе обозначены. Теперь окошко закрываем. И пилот уже, согласно нашим приказам, будет бомбить цель. К настоящему времени вы должны отметить несколько вещей. В Strike-1 его боеприпасы были израсходованы и он автоматически возвращается на базу. Статус RTB. Вы можете изменить его поведение через интерфейс Доктрины, но пока мы оставим его в покое. А так же Strike-2. Он имеет два круга вокруг него. Красный кружок, обозначающий дальность действия воздух-воздух. И коричневый, обозначающий дальность действия оружия воздух-земля. В Strike-1 они тоже были, но вы, вероятно, заметили только красный круг воздух-воздух. Поскольку ваша текущая загрузка J-DAM имеет диапазон 12 миль, круг очевиден и весьма полезен. Мы не собираемся отвлекаться на вражеские самолеты, поэтому давайте выключим круг воздух-воздух. Перейдите в меню настроек карты и снимите флажок воздушное оружие. Красный кружок исчезнет. Вы заметите, что можно выключать или включать любой из кругов дальности. Вы можете использовать их по своему усмотрению или желанию. Не стесняйтесь экспериментировать с тем, что помогает вам в битве. Диапазоны сенсора не появятся, пока вы не включите радары. Показываю, где эти окошечки. Вот вкладочка Map Settings. И здесь вот цветом обозначены все радиусы сенсоров, которые у нас могут быть. Это воздушный сенсор. Это воздушный радар. Это радар по поверхности, используется для кораблей. Это подводные сенсоры, сонары. Они используются на кораблях и на подводных лодках. Это оружие воздух-воздух. Не обязательно воздух-воздух, а любое оружие, которое с целью имеет воздушные цели. То есть либо воздух-воздух, либо земля-воздух, либо поверхность-воздух. Вот сейчас она у нас включена. Вот отображены такими розовыми кругами. Да, в сообщении было сказано красными, но на самом деле они розовые. Мы его отключим. Также здесь есть следующее красное. Это радиус оружия по поверхности и по земле. Поверхность имеется в виду корабли, которые находятся на поверхности воды. По земле это то, что какие-то юниты, танки, пехота, здания, все, что находится на земле. Это подводное оружие. Это радиус полета наших самолетов. Вот радиус полета, если выбрать самолет. Вот он виден. Помогает оценить, насколько далеко может при данном режиме, при данной высоте, при данной скорости улететь самолет. И прикинуть, хватит ли ему вернуться на базу топлива. Вот наш коричневый круг обозначает радиус, с которого могут запускаться наши боеприпасы по земле. Подождем, пока он долетит. Так. Вот сейчас он должен сбросить бомбы и автоматически вернуться на базу. Первая бомба пошла. И вторая бомба пошла. Хорошо. Современное оружие намного проще в использовании. Итак, мы не уничтожили обе цели, но попали хотя бы в одну. Каждый из J-DAM имеет способность наносить 363 DP. И каждый из ангаров имеет 350 DP. Так что, теоретически, одна бомба на одну цель. Верно? Нет, неверно. По крайней мере, в большинстве случаев. Достижение максимального эффекта зависит от большого количества факторов, которые, в свою очередь, моделируются в игре с помощью ряда других факторов и рандомных вероятностей. Журнал сообщений поможет вам это понять. Здесь в сообщении показан пример лого сообщения о попаданиях нашего оружия. Итак, один из J-DAM допустил промах в 75 футов. Кто знает почему? Порыв ветра, проблемы с GPS, может быть, сбил птицу. Цель отделалась с легкими повреждениями. Хороший шанс, что ангар выполнил свою работу и защитил любой самолет внутри. Другой, J-DAM, попал в цель и пробил в 37%. Цель горит и имеет серьезные повреждения. Скорее всего, любой самолет внутри будет уничтожен или, по крайней мере, поврежден. К счастью, неисправности не было и обе бомбы сработали. Пример заключается в том, что при точном попадании одной бомбы в одну цель нет гарантии поражения. Теперь перейдем к Strike 3. Этот удар представляет кое-что другое. Вы собираетесь использовать кассетный боеприпас CBU-105 с WCMD, коррекцией боеприпасов с поправкой на ветер. Данный боеприпас предназначен для атаки с верхней полусферы, танков и прочей бронетехники. Вы могли слышать или читать, что кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенции. Это не совсем так. Основной упор ставится на запрет оружия, эквивалентного противопехотным минам. Многие современные кассетные боеприпасы не попадают под запрет параграфа 2C, так как имеют механизмы самоуничтожения и в целом более надежны, чем старые боеприпасы. То есть они не представляют такой опасности для мирного населения. Запускайте Strike 3 и направляйте его к третьим мишеням. Запускаем борт Strike 3. Видим, что, несмотря на то, что бомбы достаточно точные, Оба боеприпаса промахнулись. Точнее, один попал, но нанес легкие повреждения, а второй, похоже, вообще не попал. Теперь, когда наш самолет взлетел, Убираем его. Ага, новое сообщение. Теперь, когда наш Strike 3 в воздухе, Время немножко скорректировать его доктрину. Открываем доктрину вот через либо эту кнопку доктрины юнита, Либо через гейм-меню. И здесь у нас есть сайт доктрин. В правом столбце вот здесь вот у нас есть заголовок AG Strafing в скобочках Gun. Меняем его на Yes. Да. Это использование пушки на самолете. Закрываем окно. Выбираем наш Strike 3. Нажимаем F1. И обводим вот так вот два танковых отряда. Запускаем время. Возможно, вы заметили, что Танковые отряды По меткой Цель 3 Имеют цифру 3 Рядом с их верхней левой стороной. Мы понимаем, что это Танковые отряды По символу танка. Вот он такой, стилизованный. Или если мы используем Символы NTDS У нас будут Маленькие символы Tank Track. Вот цифра 3 Это количество танков Содержащихся в отряде. Вот когда мы направим на них Своё Какой-то Юнит Он будет атаковать их Рядом с ними появится ещё одна циферка Она будет означать, сколько Оружия Применено к данному отряду. Вот давайте покажу, как переключить вид Отрядов Так, тут у нас появилось сообщение Номер 4 Я его пока закрою У нас ещё самолёт 4 не поднят воздух Закрой и прочитаю его после того, как мы поднимем Самолёт 4 Вот теперь по Отображению Юнитов на карте В настройках игры От Game Options Во вкладке Map Display У нас есть здесь такой пункт Map Symbols Символы на карте Сейчас у нас стоит Вкладочка Стилизованная С направлением То есть самолёты здесь Такими отображаются Маленькими самолётиками Танки Танками Машинки У нас вот такими Маленькими машинками Отображаются Корабли Такими схематично Нарисованными корабликами А лодки Подводные Как подводные лодки Если смотреть на них сверху Если мы включим Систему Anti-DIS Плюс НАТО Это как бы Стандартное Отображение Принятое В блоке НАТО У нас все Юниты наши Поменяются Будет самолёт Отображаться Вот Такой дугой С направлением Полёта Вот видите Вот эта вот стрелочка Синенькая Голубенькая Это направление Его полёта Соответственно Здание Будет отображаться Даже не знаю Как это называть Такая Решёточка То ли ещё что-то Кирпичик с дырочками Это танки Так отображаются Танки Так отображаются Мобильные юниты Вот И краткий экскурс В историю При использовании Символов В НТДС Пехота будет Представлена Значком X Обозначающим Скрещенные пояса Артиллерия Точкой Обозначающей Пушечное ядро И все эти символы Ведут свою историю Ещё со времён Наполеонских войн Вот Тут вы выбирайте Кому как нравится Мне больше нравятся Стилизованные иконки Ну я как-то к ним привойка Кто-то играет С обозначением НТДС Запускаем Время Что нам тут Говорится Самолёт Вот видите Появилась Около Юнита Сиферка 2 Это значит Что оба боеприпаса Вот они Видите Если их выбрать Показано Что их 2 Применены К данному боеприпасу А Самолёт 3 Полетел на базу Так как Израсходовал Свои бомбы Мы сейчас Его выбираем Вот он В режиме Return to Base Нажимаем Кнопку U На клавиатуре Отменяем Его приказ И теперь Нажимаем Shift F1 Выбираем Оставшийся Юнит Танковый И здесь Мы видим Что у нас Осталась Только Наша пушка В самолёте Вот нажимаем Кнопку Применить Всё оружие Данного типа К данному юниту Вот проверяем Всё применилось Здесь И здесь Мы видим Отображается Наша пушка Vulcan Burst Закрываем Наш самолёт Развернулся Поставим на паузу Да видите Бомбы Успешно уничтожили Вражеские танки Включаем время Радиус действия Пушки И смотрим Как наш самолёт Будет уничтожать Пушкой Оставшиеся танки Так Один танк готов Второй готов Третий готов Вот Самолёт Кружит над местом И не возвращается На базу Потому что Мы ему Все приказы До этого отменили Теперь Чтобы он вернулся На базу Нам нужно Нажать кнопку Б И приказать ему Рышную Вернуться на базу Все Он возвращается На базу А мы поднимаем Наш Strike 4 И читаем сообщение Которое Сообщение Которое Посвящалось Как раз Вот Удару 4 Вот оно Strike 4 Strike 4 Будет использовать Очень современную Версию бомбы Бомба малого диаметра Сдб Впервые примененная В 2006 году Действительно Является оружием Предназначенным Для текущего боя Или Counter Insurgency Operation Сокращенно COIN Переводится Как Операция По борьбе С повстанцами Она меньше Чем МК-81 Весит Всего 200 фунтов 90 кг Но имеет Дальность действия 60 миль И очень Высокую Точность У вас Есть 8 Сдб Жбу 39б И 6 Небольших Зданий Которые Нужно Разрушить Экономно Расходуйте Боеприпасы Чтобы Разрушить Все Здания Ну Тут В принципе Все Понятно Выбираем Наш Самолет Нажимаем Shift F1 Выбираем 6 наших Целей И Каждый Из этих Целей Назначаем По Одной Бомбе Раз Два Три Четыре Пять Шесть Все У нас Всего 8 бомб 6 назначено 2 осталось В запасе Если вдруг Какое-то здание Будет не уничтожено Дадим приказ Уничтожить Уничтожить Его Повторно Так Я Снова Пока Сверну Это Окошечко Откроем Его Когда Запустим Следующий Наш Самолет Как видим Всего Лишь Две Бомбы Поразили Свои Цели Так что Повторим Удар Снова Выбираем Вот Оставшиеся Две Бомбы У нас Запустим По двум Ближайшим Целям Одну И вторую Все Самолет Запустил Свои Бомбы Полетел На базу Поднимаем Strike 5 И читаем Что же у нас Было Здесь За Сообщение Strike 5 Следующая Задача Мобильные Мишени Старым Джейдам Множество Управляемого Оружия И конечно Тупым Бомбам Трудно Поразить Эти цели К счастью F16 Может Использовать Ракету Maverick AGM-65 Ракету Воздух-Земля Это оружие Основано На конструкции 1970-х Годов Но Претерпело Значительное Улучшение Подробности Можно Почитать По ссылке Эти ракеты Способны На куда Больше Чем Просто Движущиеся Цели Основное Его Назначение Это Танки Но Это Одно Из Немногих Видов Оружия До 2000-го Года Которое Может Надежно Поражать Движущиеся Объекты Вам Нужно Нанести Удар По Двум Движущимся Машинам И у Вас Есть Две Ракеты Чтобы Сделать Это Возможно Сейчас Самое Время Проверить Как У Вас Дела Не Волнуйтесь Это Базовый Урок И Вы 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 Но Всегда Приятно Знать Как Идет Бой Команд Модерн Оперейшнс Разработчики Сценариев Имеют Полную Свободу Выбора В том Как Они Оценивают Сценарий Что Прекрасно Но Игроку Нужно Время Чтобы К Нему Привыкнуть В Некоторых Сценариях Игрок Может Получить Удар В Ответ Поэтому Создатель Сценария Корректирует Счет Чтобы Вы Могли Оценить Насколько Хорошо Вы Выигрываете Или Проигрываете Если Это Вообще Имеет Смысл В Этом Сценарии Вы Получаете 10 Победных Очков За Каждую Уничтоженную Цель И Вы Достигаете Триумфа Уничтожив 15 Из Тот Дизайнер Сценария Некоторые Игроки Не обращают Внимания На Набранные Очки Как И Некоторые Создатели Сценария В Этом Случа Если Дела Идут В целом Хорошо И Вы Достигли Цели Вы 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 Я Уже Рассказывал В Предыщих Видео О Системе Подсчета Очков И Про Окно Потери Затрат Сторон Поэтому Не Буду Повторяться Но Отмечу Нюанс На Который Обращает Внимание Автор Сценария Он Говорит Имейте Ввиду Что На Этой Вкладке Вкладка Потери Затрат Есть Своего Рода Спойлер Или Чит Она Точно Показывает Что Именно Вы Уничтожили Даже Если Вы Возможно Не Получили Точную Оценку Урона От Своей Бомбы Так Что Если Вы Сматривайте Эту Страницу До Конца Игры Выбираем Наш Strike 5 Нажимаем F1 Вот Наши Две Мобильных Цели Shift F1 Нажмем Да И У нас Есть Две Ракеты Маверик Назначаем По Одной Ракете На Каждую Цель Наслаждаемся Как Наш Самолет Аплетит Выполнять Свой Приказ Так Снова Пока Закроем Это Окошечко Обе Цели Были Уничтожены Самолет Возвращается На Базу Поднимаем Наш F16 Strike 6 Так Сначала Прочитаем Предыдущее Сообщение Вот Наши Предыдущее Сообщение Strike 6 Вы Когда Нибудь Использовали Поговорку Я Чувствую Себя На Миллион Долларов JASM Летите к цели, мимо цели 2, и вы получите еще одно сообщение с изложением того, что вам следует делать для атаки. Окей, теперь следуйте следующей процедуре. Выберите самолет Strike 6, нажмите Shift F1 и выберите две цели, чтобы открыть диалог распределения оружия. Назначите по одному джасом на каждую цель. Теперь в правом нижнем поле выберите джасом, который назначен одной из целей. Становится доступная опция «Построить курс». Нажмите эту кнопку. Теперь вы находитесь на экране карты, и каждый щелчок курсора становится путевой точкой, максимум до 10 точек. Но вы не можете выйти за пределы дальности действия оружия. Постройте курс и сделайте то же самое для второго оружия. Если вам не нравится ваш курс, нажмите кнопку «Очистить курс» и повторите это снова. Как только вы будете удовлетворены построенным курсом, закройте окно и посмотрите, как летят ваши ракеты. Проложение курса для крылатых ракет — это отличный способ обойти защиту. И выполним инструкцию, которая нам здесь указана. Сейчас надо дождаться, пока взлетит наш Strike-6. Выбираем его. Нажимаем Shift-F1. И вот выбираем эти две цели. Так, но сейчас мы запустить их не можем, потому что, видите, радиус еще достаточно далеко от них применения. Надо, чтобы самолет наш немножечко пролетел вперед. Сообщение, посвященное Strike-7, пока закроем. Давайте еще чуть-чуть вперед, чтобы пролетел. Вот. Обе наши мишени в радиусе поражения ракетами Джасом. Выбираем наш самолет Strike-6. Нажимаем Shift-F1. Выбираем мишени. Видим, зеленым подсвечивается. Это значит, что уже оружие можно применять. Что уже цели находятся в радиусе поражения. Применяем одну ракету к одной цели и одну к другой. Теперь, если мы вот в этом окне, в правом нижнем, нажмем на нашу уже назначенную ракету, в ней становится активная кнопочка Plot Cruise. Это значит проложить курс. Если мы ее нажимаем... Подвину окошечко, чтобы уж и видно было. Если мы ее нажимаем, вот видно курс. По умолчанию летит по которому ракета. Мы можем щелчками кнопки мышки менять его, задавая вплоть до 10 углов нашей траектории. Вот так вот щелкаем, вот траектория меняется. Щелкаем еще раз. Снова меняется. Снова меняется. Вот ракета полетит вот таким зигзагом. Все, как только мы выбрали, нажимаем Escape. Здесь вот есть кнопка очистить курс. Тогда он опять сбросится, и ракета будет лететь по прямой. Давайте второй ракете другой курс назначим. Так, а почему у нас вторая ракета не хочет назначаться? Давайте немножко... Ага, ну вот он все, запустил воды ракеты. Да, бывает иногда немножко игра глючит, и не всегда дает скорректировать курс, если одновременно запущены сразу две ракеты. Вот видите, одна ракета, которой мы не задавали курс, она летит по прямой. Вторая следует назначенной нами траектории. Проложение курса — это отличный способ обойти какую-то защиту, если мы знаем, что где-то находятся средства ПВО, или нам нужно проложить курс ракеты по какому-то ущелью, чтобы ее не заметили радары. Вот сейчас эти ракеты поразят свои цели. Запускаем наш самолет под номером 7. Прочитаем сообщение, которое было про него написано. Вот оно. А, нет, нет, нет. Вот сообщение. Страйк 7. На самом деле, это не удар по земле, но как только вы запускаете свой самолет, ведите его к цели, и когда вы отойдете на несколько миль от базы, нажмите кнопку Ctrl плюс F1 и осуществите запуск по пеленгу. Вы должны запустить ваш МАЛТ в любом месте, где вы хотите. МАЛТ — это Miniature Air Launcher Decoy, или миниатюрная запускаемая с воздуха ложная цель. Это еще один полезный прием, который вам понадобится для проникновения в сильно защищенные области. После запуска Страйк 7 у вас будет несколько самолетов, которые будут готовы. Так что вы можете свободно поиграть с различным оружием на борту, чтобы уничтожить любые цели, которые остались не уничтоженными на вашей карте. Поздравляем, теперь вы прошли квалификацию для работы с бомбами. Так, ну ждем, когда самолет поднимется. Так, дадим ему немножечко пролететь. Вот, и теперь показываю, как запускать эти ложные цели. Нажимаем, выбираем наш самолет, чтобы он был выбран. Нажимаем Ctrl F1, не Shift, а Ctrl. И у нас появляется опять перекрестие. Мы его щелкаем на ту точку, куда мы хотим запустить нашу ложную цель. Давайте запустим ее вдоль. Сюда, вдоль границы, на север примерно. Вот здесь подсвечено зелененьким наш МАЛТ. Воздушная обманная цель. Выбираем одну штуку. Здесь вот вместо цели, по которой у нас обычно запускались бомбы, здесь просто показаны координаты, куда будет запущен наш беспилотник приманка. Нажимаем ОК. Локейт Ви Аппенс. Здесь вот показано, да, что все. Одна штука будет запущена. И как только мы закроем, самолет запустит его. Включаем время. Вот. Он отделился от нашего самолета и полетел по заданной траектории. Чем хороши... Вот картиночка нашего беспилотника. Чем они хороши? Эти штуки МАЛТ, они симулируют самолет наш. И противник, если у него есть радары, он видит, как будто к нему летит настоящий самолет. Он принимает эту мишень за настоящий самолет. Соответственно, если у вас есть несколько таких обманных беспилотников, вы запускаете их перед своими самолетами. Так вы можете вскрыть систему ПВО, просто запутать противника, заставить его израсходовать боеприпасы по этим приманкам. Допустим, у нас летит впереди три мишени наших ложных. За ними летит настоящий самолет. Противник начинает воздушный бой, запускает по ложным целям свои ракеты. В то время как наш настоящий самолет уже поражает противника, который израсходовал все свои боеприпасы. Давайте вот. Да, вот он как отображается, чтобы нам не путаться самим. Ложная цель отображается вот таким еще, как бы небольшим пунктирчиком вокруг контура. Так мы, сразу глядя на карту, понимаем, что это именно ложная цель, а не настоящий самолет. Ну, давайте запустим все остальные три штуки. Контровоходим. Вот первый запустим сюда. Второй запустим сюда, вот недалеко. А в третий запустим вот сюда. Вот одновременно запускать, давать команды на два нельзя. Да, как только мы отдали команду на запуск сюда, у нас отданная команда на запуск рядышком, она как бы стерлась. То есть мы заново должны запустить. Поставим одну единицу, запускаем. Вот все, наша приманка запущена. Сейчас посмотрим, что будет, когда он долетит до точки назначения. Когда наш ППЛА приманка долетит до точки назначения, он просто будет бесконечно кружиться на заданной точке, на заданной высоте, с заданной скоростью. То есть тут уже, скорее всего, противник поймет, что что-то не так и что это, скорее всего, не настоящий самолет. Хотя он может подумать, что это какой-нибудь самолет ДРЛО, который просто кружит здесь и собирает информацию. Вот остальные самолеты летят дальше. И они будут кружиться, пока не израсходуют свое топливо. Топливо здесь нам, у них в прямом, как бы, онлайн не показывается. Мы не можем узнать, сколько у них осталось. Мы можем узнать, на какое время запуска они рассчитаны, только почитав информацию в базе данных. Ну, все. На этом, как бы, основные закончены у нас. Давайте ускорим время. У нас остаются мишени и у нас остаются самолеты, которые мы еще можем запустить. Вот давайте посмотрим. У нас здесь осталось из мишеней два усиленных ангара, три простых здания, еще три простых здания и большое здание, здание водяного насоса. Вот посмотрим, какие самолеты у нас остались, чем мы можем их, эти здания, выразить. Вот Strike-8, когда мы на нее нажимаем, здесь вот видно, чем он загружен. Он загружен обычными бомбами GBU-54. Strike-9 загружен бомбами ГБУ-10. Это бомбы с повышенным проникающим способностью. Вот. Strike-9 лучше отправить, уничтожать какие-нибудь как раз усиленные ангары. Давайте запустим вот эти два самолета. Отдаем приказ Shift-F1 на уничтожение вот этих целей. одну бомбу на одну цель, одну бомбу на другую цель. Но мы помним, что предыдущий наш самолет промахнулся. Чтобы увеличить шанс попадания, нужно уменьшить высоту, с которой будет сбрасываться бомба. Как нам выбрать оптимальную высоту? Вот здесь вот выбираем эту бомбу, открываем базу данных, смотрим высоту, с которой она может применяться. Высота запуска от 10 тысяч футов в 10 тысяч 65 тысяч, 3 тысячи 19 тысяч. Вот, значит, минимальная высота у нас 33 тысячи над уровнем земли. Соответственно, выставим нашему самолету страйк 9. Высоту ему принудительно выставим 3050 футов. Давайте с запасом, чтобы было 3100 именно над уровнем земли. Эту галочку щелкаем, это будет означать, что он будет придерживаться данной высоты над уровнем земли. все, он полетел выполнять задание. Теперь выбираем страйк 8. Посмотрим на его бомбы. у них точно такая же высота запуска. Так, сколько у нас бомб? 4. Давайте сделаем так, мы проложим ему курс сюда и скажем ему, что снизится он должен только вот когда достигнет этой точки. Точно так же нажимаем и на этом вейпоинте задаем ему высоту 3100 футов и ставим галочку следования rainfollowing, то есть над уровнем земли. Точно так же нажимаем shift F1 и выбираем наши 3 мишени по 1 бомбе на каждую. 1 бомба останется в запасе. Если все 3 цели будут уничтожены, поразим какой-нибудь из наших мишеней, которые еще остались целыми. Ускорим немножко время. Вот видим, что самолет придерживается нужной высоты. Здесь он начал сбрасывать и тоже вышел на нужную высоту. Так, не хочет сбрасывать, а почему? посмотрим, выберем самолет, нажмем shift F1. Ага, нет, ему все-таки нужна высота не менее 10 тысяч футов. Вот у нас здесь вот написано высота 10 тысяч футов над землей. зададим ему тогда эту высоту зададим 12 тысяч футов. Здесь 12 тысяч футов. Все, как только он набрал нужную высоту, он смог запустить бомбы. у этого самолета они поразили цель без проблем. Вот, дадим ему приказ уничтожить вот эту мишень. Ну, как видим, наш Strike-9 успешно поразил ангары. Все, отдаем ему приказ возвращаться на базу. Как видим, наши дроны приманки все, исчерпали свой запас топлива и упали. Исчезли с карты, их больше не видно. Посмотрим, какие у нас самолеты еще остались. Strike-10 вооружен 12 обычными бомбами, МК-82, так называемые тупыми бомбами. Strike-11 вооружен CBU. Это бомбы против техники. Они нам не пригодятся, потому что у нас вся техника уничтожена. Strike-12 вооружен четырьмя бомбами МК-84. Это тоже большие тупые бомбы. Ну, давайте запустим, да, этот самолет и этот. отправим их бомбить вот наши оставшиеся цели. Соответственно, самолет с маленькими бомбами будет бомбить у нас эти дома, а самолет с большими бомбами будет бомбить насосную станцию. Так, выбираем Strike-10. Смотрим на эти бомбы. Да, вот мы здесь видим. Да, все правильно в предыдущий раз я ошибся, прочитал немножко не так. Здесь мы видим, что минимальная высота запуска этих бомб 800 футов. На этой высоте будет обеспечена максимальная точность. Соответственно, мы прокладываем маршрут нашему самолету и указываем, что вот в этой точке он должен снизиться до 800 футов. Нажимаем Shift-1, Shift-F1 и давайте, ну сколько нам бомб, давайте по две бомбы сбросим на каждое здание. Там у нас бомба в запасе, и что сможем сбросить их повторно. Запускаем, чтобы немножко отлетел, выбираем наш Strike-F12. Смотрим на бомбу МК-84. Вот здесь вот видим самое первое число. Launch altitude это как раз высота запуска 1500 футов. Делаем то же самое. Прокладываем курс нашей цели. Говорим, что в конечной точке нашего курса самолет должен снизиться до 1500 футов над уровнем земли. Нажимаем Shift-F1 и применяем тоже давайте применим две бомбы к этому зданию. Все, все команды отданы. Ждем. Так, здесь наш самолет бомбу не сбрасывает, потому что он опять почему-то ага, да, на высоте, которая давайте вот мы укажем среднюю высоту. Все, с нужной высоты он сбросил бомбу, она уничтожила здание. Самолет возвращается на базу. Немножечко ускорим время. Мы видим, что наши самолеты автоматически не долетев до целей повернули обратно. Почему это произошло? Пилоты посчитали, вот видите, если выбрать самолет, он написан, у него написано «Restaged being a fuel». То есть пилоты посчитали, что топлива у них не хватит долететь до наших целей и вернуться потом на базу. вот в этом минус самолетов F-16, что у них не так много топлива, иногда им не хватает этого топлива, чтобы выполнить миссию. Ну вот я считаю, что допустим этому самолету точно должно хватить топливо, поэтому я отменяю ему приказы, нажимаю кнопку «У». Говорю ему лететь сюда и снизится в этой точке до высоты 800 футов. Но этот самолет так уж и быть, пусть летит обратно на базу. Вот мы видим, как медленно снижается наш круг синий, обозначающий радиус полета самолета. Если он будет сильно ниже нашей базы, самолет не сможет вернуться и упадет. Теперь нажимаем «Атаковать». Вот так выберем «Атаковать наши цели». Две бомбы на эту, две бомбы на эту. Самолет должен снизиться до нужной высоты. Вот видим, до 800 футов. Сейчас он сбросит свои бомбы. Как видим, в этот раз точность была достаточно приемлемая, и оба здания практически разрушены. Вот, видим, здесь нам пилот докладывает, что он видел повреждения достаточно большие, heavy damage, здание горит. если здание горит, значит, что у него продолжают накапливаться повреждения, оно может быть уничтожено окончательно. Это здание тоже сильные повреждения, оно горит. Посмотрим, что с топливом нашего самолета. Все, видим, что у него осталось его мало. Как нам увеличить радиус? нажимаем кнопку вернуться на базу, выбираем режим круиз и выбираем максимальную высоту. На ней будет самый минимальный расход топлива. Вот, видим, как с набором высоты наш радиус действия увеличится, увеличивается, и теперь самолет гарантированно долетит до базы. ради интереса можем запустить этот самолет и посмотрим, как применение противотанковых комп будет отражаться на зданиях. Ну вот, выберем опять же эти два здания по одной кассете на каждое. Ускорим время. все, как видим, самолет успешно вернулся, несмотря на то, что сначала ему топлива не хватало по расчетам, но изменив высоту, он смог спокойно долететь до базы. сбрасываю сбрасываем первую бомбу, вторую. Как видим, противотанковые бомбы зданиями не нанесли вообще никакого повреждения. миссия ну все, на этом миссия закончена, можем посмотреть окно подсчета очков. Как видим, у нас триумф 150 очков. Если это видео вам понравилось и оказалось полезным, попрошу ставить лайки и подписываться на канал. Это поможет его продвижению, а также поможет легче найти эти видео людям, которые тоже интересуются игрой Command Modern Operations. Всем спасибо за просмотр и пока. Пока.